20 мая, за день до. Сейчас Ева на дневном сне, и мы забрели в самое тихое место нашей квартиры. Тебя тоже плохо до сих пор видно, видишь, что у тебя плечо обрезает? О, какой красивый самокат, боже мой, очень красивый. Видели вот такой нож для вскрытия коробок? Очень удобно. Знаете, когда коробку вскрываешь, бывает, ножницами разрежешь, там ткань внутри, да? Вот даже вот такую пузырку он сможет нормально резать. Оп, и все. Да, то есть получается, он лучше, чем канцелярский нож, тем, что он так-то безопасный с двух сторон. Видите, какие колеса мощные. А, мощные. Он с фонариком. С фонариком? Обалдеть. Он видно такой надежный прям, хороший. Это уровни высоты разные, то есть у нас самый низкий. Да. О, кайф. Это что, но не будет сбиваться. Все, готово, собрал. Класс, твоя задача выполнена. Блин, так клево. Очень, смотри, легкий вес прикладываю, он не едет, смотри. Я прям, вообще, легкий вес. Очень удобно. Круто. А я, кстати, уже потестировала блески. Это глиттер для лица, для тела, хоть куда можно наносить. Завтра буду в стиле единороговой вечеринки. У нас детей 11 штук. Чисто я за год стала очень социальным человеком. В общем, тут столько милоты. Вот так вот внутри у нас, между прочим, здесь такого милого пакетика. Не самые милые штучки, потому что это игрушка для изучения анатомии внутренних органов. Между прочим, мне самой было очень интересно, потому что нужно, в общем, здесь собрать человека. Сначала собрать ему ноги, руки. Потом ему надо собрать все внутренние органы. Я даже не знала, что мочевой пузырь выглядит вот так, например. Вы завтра увидите, точнее, не завтра, а в этом же влоге вы увидите все подробности квеста. Я вам сейчас не буду рассказывать все этапы, но я покажу, что я купила конкретно вот недавно. Для уже празднования в игровой, где мы арендовали пространство. Это, кстати, тоже пространство, где Еве праздновали 2 года. То есть не 3, а 2 года. И это такое футуристичное пространство. У нас в Эксенбурге очень классное. Еве там очень понравилось. Это для тортика, потому что туда нужно со своей посудой. Я купила очень много таких тарелок с мордашками, чтобы деткам было веселее. Посмотрите, какая прелесть. Это кружечка Еву встретит с самого утра. Просто попьет из нее водичку. У нас супернадежное место, где мы все прячем. Точно Ева к нему не проберется. Это под нашей кроватью. Именно не в плане под ней, а когда ты открываешь вот этот каркас. У нас же там пространство для хранения, конечно же. Если вы смотрели Room Tour, то вы это знаете. Она очень туго поднимается, так что Ева точно не сможет ее открыть. А все вот эти шкафы она легко откроет. Свечи для торта с цветным пламенем. Я впервые такое вижу. Шарики еще, кстати, сегодня же приедут в 8 вечера. Вот это мне нужно сделать сегодня, когда Ева уснет. Это такая растяжка, гирлянда в какой-нибудь зоне однотонной. Я купила такие две упаковочные бумаги. Очень минималистичные, красивые, очень прям вообще. Пакетики разные для квеста понадобятся. Такая вот штучка. Здесь Ева будет пить молочко с утра и яичинку будем делать. Это, знаете, мотивация с утра поесть нормально, потому что, с одной стороны, я понимаю, что день рождения, да, ну, как бы странно есть гречку на завтрак. Но также я понимаю, что у нас уже в 10 утра начинается вот это вот празднование. И там, где-то в 11, мы будем есть торт. Он, конечно же, сладкий. И не хотелось бы, чтобы она и дома ела что-то супер сладкое, потому что день рождения, потому что вот вкусненькое, да, и там, тогда весь день чисто в углеводах, в сахаре пройдет. Поэтому такая киска, я подумала, будет мотивацией с утра нормальный завтрак съесть. Я сделала яичницу с овощами. Ну и плюс там у нас в квесте периодически встречаются ягодки. Будем делать с ней натуральное мороженое из банана. Так что все будет, я думаю, потрясающе. Такой топпер. Это декор для тортика. Это не свечка. Это просто цифра 4. Бантики и ленточки мне сейчас для упаковки понадобятся. Это, кстати, один из этапов квеста. Набор для раскопок алмазов. Единственное, что я вам расскажу, заспойлерю сейчас, это то, что вот эта котейка будет проводником завтрашнего нашего вообще квеста. Мы в каком-то плане повторились сценарием с прошлого года, потому что ей очень понравилось, что единорожка вел ее по этапам. И вот мы подумали, что в этот раз она очень хотела кошечку на поводочке, собачку на поводочке, всех на поводочке. Ну, в идеале живого, конечно, но это наша альтернатива. Вот она ее и будет сопровождать весь квест. Но на самом деле это будут мои голосовые сообщения, заранее записаны и обработаны. В этот раз мы их обработаем получше, чтобы было слышно, что это не я. Я никогда не понимаю, как вот эту вот штучку упаковывать, знаете, вот эту сторону узкую. Мне все время либо здесь очень много бумаги, либо я отрезаю, ее становится очень мало. Вот что у нас получилось. И еще самокат лежит в кровати. Под кроватью, по сути. Это все она найдет в процессе квеста. А это все мне просто понадобится завтра, чтобы я не забыла. Что-то куда-то надо еще доразложить. У меня золото будет день возделье! Хочешь поскорее уснуть, поскорее проснуться? Угу. Угу, понимаю тебя. Я тоже, когда маленькая была, так хотела, чтобы скорее день начался этот. Эй, ты помазалась? Да, у меня уже на лице все жирненькое. Не хочу. Начинаем с этого. Я в этом считаю до 10 уже. Терпения нет. Семь рожденья, Ева! Доброе утро! Цветочки от папы! Смотри, какая кружечка единорожек. Это с утра пока водичку попей. Покажи кружку той стороной, где единорвок. Ух ты. Идем вносить шары. Там сейчас кое-что зайдет. Ты такая ягодка. Тебе сегодня 4 года. 4 года целых. Вот сколько? Вот так вот. А было? Три. А стало? Четыре. А было? Раз. Два. Три. Ага! Шары! Бабочка! Я как бабочка прыгаю. Правильно, пожалуйста. Опа! Что это? Опа! Первое задание. Что там такое, интересно? Нужно идти по ягодкам. Ух ты! Что там? Не знаю. Не знаешь? Ну, надо смотреть. Сейчас плавили. Там есть такая колонка. Ну, колонку можешь оставить. Окей. Окей. Так вот, наверное, начало тут. Да. Левочка, днем дождя. Это я, твоя новая подружка. Кошечка на поводке. Так хотела до нас на животных. К сожалению, не записался маленький кусочек, где кошечка говорит, что у нее болит лапка, и Еве нужно ее полечить, а для этого дойти до ящика под синтезатором. Смотри, что там. Ага. Ага, вот что она сказала. Кошечка, пока подойди, ладно? Опа. Что там? Доктейный набор новый. Кошечка, тебе еще набор подарила, чтобы ты ей правую ножку помогла. Слушай, спасибо, спасибо, кошечка. Это она радуется, да, Ева? Давай будем смотреть, что в наборе. Как, ножку-то надо лечить. Термометр, термометр, да? Термометр. А он там нажимается кнопочкой? О, прикольно. И меняется температура, смотри, Ева. Вот тут меняется температура. Ого. Слышно сердце? Ну-ка. Давайте на операционный стол. На операционный стол? Сейчас, сейчас вылечим тебя. Ну что? Послушала? Ну что, боится? Хотел перекискать, еще осталось минутку, и все, и ты готов, и ты вылечена. Пик, и все. Ура, я снова здорова. Спасибо тебе, девочка. А ты знаешь, ведь я не просто кошечка. Я волшебная. И так как ты мне не отказала в помощи, я тоже тебя награждаю волшебством. Да-да, самым настоящим. Беги в гардеробную и ищи там свой подарок. Угу. Ладно. Я, я воздеваюсь уже. Я воздеваюсь. Я воздеваюсь быстрее. Я воздеваюсь быстрее. Поняла, куда бежать-то надо? В гардеробную. Супер, в гардеробную. Спасибо, мама. Ой, только папе можно. Только папе? Пойдем все вместе. Ух ты. И что там? Что это? Ева, что же это такое? Это как у Эльзы. Как у Эльзы. А что там еще в пакете? Опять колонна? Ну да, тебе уже бабушка купила одну. Что же это? Это же такие, это же, это же костюм Эльзы. Да. Классно так. Ева, фанат Эльзы. Голодое сердце. Волшебная кошечка превращает тебя в Эльзу. Вообще. Надо надевать все скорее. Они иногда, если им подол мешают, когда принцессы ходят, они поднимают подол вот так немножечко и ходят так. Ну если тебе будет мешать подол. Ну-ка покажи себе кошечке волшебнице, что она скажет. А, да. Кошечка же у нас управляющая. Смотрю на тебя. Да, теперь ты настоящая Эльза. Давай-ка проверим твои волшебные силы. Попробуй заморозить, например, папу. Меня? Сказать любое предупреждение. А мама разморозит его обратно своим поцелуем. Может не надо? Смотри, она предлагает, чтобы ты ее заморозила палочкой папу волшебной. Любым заклинанием. Заклинание, заклинание. Охолоди и заморозь папу. Нет. Смотри, Ева, он замерз. Теперь мне надо его разморозить поцелуем. А еще побольше надо. В губке. Оттаем. А получится ли у тебя заморозить, например, банан? Поищи где-то рядышком желтый вкусный банан. Вот он. Заклинание, заглинание. Заклинание, заедини банан. Какой холодный стал. Правда? Вообще. Ё-моё. Я... Я... Получилось. Я плав. Я хочу сделать настоящее мороженое из этого банана. Скорее. Я плаваю настоящий. Эй-зо. Смотри, ты потрогай его. Он же реально настоящий. Ой. Он холодный. Он холодный. Ничего себе, Кива. Кошечка предлагает мороженое из него сделать. Из замороженного. Скорее беги на кухню. Проси маму тебе помочь. Меня? Угу. Ну, пойдем. Что, настоящее мороженое? Нет. Угу. Хочем. Молодцы, по-моему. Даже без перчаток заморозить. Ну, дома. Ну, и даже. Мням. Да. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Какое вкусное мороженое у вас получилось. Ммм. Подкрепились. Можно и поработать ручками немного. Согласна? И еще следующий подарок в гамаке. Ух ты. Тогда я здесь снимаю костюмы. Мэйвы. Нужно булочку. Опа. Тут написано. Это набор настоящий сокровища. Да. Сейчас будем вскрывать. Это что? Молоточек. Скребочек. И кисточка. Угу. Все, прям сюда, да? Угу. Долбить можно начинать? Можешь начинать опустить еще. Помочиться. О, смотри, чуть-чуть следы оставляет. Можешь с краев начинать. Края будут лучше. Ходить пальцы. Пузыри, да? Три часа позже. Он возьмется уже? Кристал! Ты прямо как настоящий археолог. Какие красивые алмазы вы нашли. Готовы двигаться дальше? Тогда беги в ванную комнату поскорей. В ванную? Угу. Какую? Эту? Ага. В эту кладку? Да. Тут есть садики, но не все. Подожди, давай послушаем, что он скажет. Стой. Смотри, здесь цифры три и четыре, потому что сегодня ты прощаешься с тремя годиками и встречаешь свои четыре года. Ура! А еще ты, наверное, заметила один красивый пакетик. Скорее смотри, что же там. Ева, смотри, какой там пушистый хвостик у него. Это не обезьяна? Нет. Это человек. У нас тут чел. Это печень. Да? Правильно? Нет, это легкое. Вот, да, это сердечко. Оно ставится под легкое, наверное, сердце-то. Ура! Получился человек. Теперь ты знаешь, где какой орган находится. Если ты еще не устала, беги в кабинет. Я не устала. Кабинет, Гелс, где? Куда? Куда? Опа! Опа! Что же это такое? Ну, что-то главный подарок. Даже тащить не могу. Да, не можешь? Я знаю, что ты очень любишь строить. Собери паровозик и выстави его за дверь. Потом закрой дверь, скажу любое заклинание, а я превращу паровоз в последний подарок от нас. Паровоз готов? Помнишь, что киска сказала с паровозом сделать? Только паровозик? Да. Можно оставить? Сейчас мы закрываем. Заклинание, заклинание. Приводи паровозик в первый подарок. Ну, давай, открывай. Я одна. Открывай, открывай. У тебя на супу с тобой поехали. Сомакал! Ура! У него здесь даже есть фонарик. Ева, смотри. Сука, забралась и включать. А как ты поняла, где включать? На путьку нашла. Ага. Ого. Ну что, девочка, наш квест подошел к концу. Надеюсь, тебе понравились наши задания и наши подарки. А сейчас самое время позавтракать. Ведь совсем скоро вы отправитесь с мамой и папой на праздник твоим друзьям. Приятного аппетита. Да! День рождения тебе. День рождения, ягодка! Я люблю. День рождения. У нас считанные минуты до выезда. Еще, ну как не считанные минуты, минут 15, да? 20. И сейчас нанесу этот аглитр. На счетчике. Какой еще аглитр? Ну, посмотри поближе. Не знаю, видно ли. А, это это? Блестяшка? Блестяшка, да. Ну, смотри вот. Такая. Прикольно, что его это можно вообще хаотично наносить. Все равно будет празднично и красиво. А, дипот у нас останется еще задача. Сейчас снять рилсик, где Ева троечку отпускает, отрезает наверх. И четверку притягивает к себе. Прихорасивается папа. Папа, прихорасивается. Индонезийская футболочка? Божечка. Легонькая. Потому что будет жарко. А, я не могу, не могу. Очень красиво. Такое струбурное утрочка довольно. Но на празднике я уже вообще ничего не буду снимать, потому что у нас будет видеограф. Мое гениальное решение из года в год. Одинаковое. Сколько у тебя гостей будет на празднике? Вообще миллиард. Миллиард? Ну, в целом, да. В том году у тебя было, помнишь, две подружки всего? А в этом году одиннадцать. Подружек? Ну, подружек и друзей. У тебя и мальчики, и девочки. Притом поровну почти. Представляешь? То есть, как бы, не то, что там девочек восемь и мальчиков три. Вот в этом году прям погода, кайф. В том году помнишь, какой дождин был? Я тоже. В этом году самое настоящее лето. Семнадцать с половиной градусов уже в девять утра. Это значит, что днем будет двадцать шесть. У меня день вождение. Да? Ева, как ты думаешь, что самое главное в жизни? Хлопушка. И я, и динамок. И кишка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА